Доброе утро, мы продолжаем марафон трое суток до Вильнюса, осталось уже меньше. В студии Людмила Немырия, ведущий Укрулаев Андрей Метлев и наш гость Александр Роберт. Саша, здравствуйте, классик, живой классик, очень живой классик, вечно живой классик, Саша, ты не только художник, в первую очередь ты художник, большой художник, но еще и очень активный гражданин Украины. Я, как ни посмотрю, в фейсбук Роберт на Майдане, продолжается же у нас Евромайдан, их даже два, ты на какой? Говорят, уже один, я был там и там, но в принципе я там не живу, да я прихожу, я в палатке не живу. И мы тоже, на признах, не живем, палатка, но главное, что вот вопрос-то остается у нас один, ну для всех украинцев, как ты считаешь, будет ли подписана ассоциация с Северо-Союзом и что будет, если не будет подписано? Ну, во-первых, как и всякие украинцы, я могу ответить, что, а кто его знает, может будет подписано, а может не будет подписано. То есть, либо Виктор Федорович что-то может либо испугаться, либо на что-то повестись, либо кого-то обмануть. И как бы вот точно реконструировать мыслительные процессы в голове нашего президента, это как бы задача не из посильных, да? Вот, если будет подписана ассоциация, значит будет очень плохо, но потом получше, да? А если не будет подписана ассоциация, то будет так же самое, а потом еще хуже. Вот, ну это вкратце. А, ну в принципе, конечно, речь идет о цивилизационном выборе. Речь идет о том, в какой компании вообще будет находиться Украина. В компании там с европейскими государствами, которая, ну в принципе, вся наша цивилизация, вся наша культура, это европейская культура. Либо в компании со странами-изгоями, да, включая Россию, которая пытается возглавить вот эту вот компанию странов-изгоев. Вот Сирия уже в таможенный союз попросилась. Ну какие-то еще, может скоро людоеды подтянутся, еще вот есть Банауту и Тувалу, да, какие-то. Тувал уже в маленький островок, там все нормально. Все равно, а там член он, да, и... То есть, как бы, это альтернатива даже ребенку понятная, вот замечательно по-деревянски сказал, что если... Какой может быть выбор, если человеку дать в одну руку мороженое, а в другую говно, да, и что он выбирал. Но мороженое вредное от него, там может быть ангина из-за того, что холодная, да, и диабет, потому что сладкая. Вот желудочная, да, жирная. Ранее Сорокин, да, я читал, конечно, и, конечно, даже ответ, что непонятно, что в какой руке, попробую угадать, да, Людмила? Я думаю, что мы же вот не зря, Сашу много там жили. Не, понятно, понятно. А где мороженое, где говно, понятно. Не все понятно. Мне очень понятно. Александр, ну скажите, ну, зачем нужно такому известному художнику, у которого все хорошо... Супер. Ну, да, вот это тот случай. Но зачем вам идти на майдан? Из-за уважения к себе. Прежде всего, я как бы сформулировал это в самом начале. Если ты понимаешь, что даже усилия ничего не изменят, но надо просто как бы для себя выбрать какую-то позицию и ее зафиксировать. И после этого, чтобы не говорить само себе, ну, вот что-то я мог для этого сделать, а не сделал. Я сейчас, как бы, что мне нравится в этом майдане, там, собственно, какие-то внутриполитические вещи ушли на второй план. То есть даже политическая позиция сегодня отступила перед позицией выбора цивилизационного. И именно поэтому там раздражают вот все эти кричалки для толпы, вот лично меня, да. Мне как-то вот ближе идея превращения майдана в такой вот, как бы, окупай с площадкой для философов и поэтов больше, чем там «Смерть ворогам», «Банду Гэть» и «Украина ца Европа». Вот это меня лично коробит. То есть я считаю, что люди, которые туда, если речь идет о выборе, да, то люди, которые туда пришли, выбор уже сделали, поэтому их агитировать не надо. С ними надо разговаривать не как с детьми в детском садике, да, а как со взрослыми. А речевки мы проходили в пионерском лагере. Кто шагает дружно в ряд, юных-ленинцев отряд. Да, а как-то уже второй раз не хочется. Вот мы сейчас все говорим о том, что стало очевидно, вот, по крайней мере, вчерашнее выступление президента, который сказал, что он как отец нации должен думать о обездоленных, вот, что вряд ли он подпишет в Вильнюсе этот договор. И в этом контексте очень интересна судьба этого... А может, подпишет. Думаете, еще и есть вариант, да? Да, всегда есть вариант. Ну, это есть такая игра в наперсток. И там всегда есть вариант. Там их три, а шарик вот здесь. Вот, и под каким он окажется, непонятно. Ну, вот, главный-то вопрос, что после девяти лет, когда люди фактически не верили всему, что происходит, и не выходили, и когда вышли, то людей было просто море. Это был общий драйв, общий подъем духа. И вот что же теперь будет с Майданом, если договор не будет подписан? То есть фактически у него остаются два варианта. Либо разойтись, либо радикализироваться, либо какой-то еще третий путь. Знаете, я не очень верен, что выйдет столько народа. Я вообще скептик стал, скептиком стал. Но когда мы потом с друзьями после Майдана зашли в этот сити-кафе, там где два гуся на Крещатике, мест не было. И нам там вполне такая спокойная пара таких очень уравновешенных, даже несколько флегматичных людей среднего возраста. Он и она, очень спокойная, мирная, предложила присесть за их столик. И мы о чем-то говорили. О Майдане, о том, какие они все козлы, еще о чем-то. Козлы кто? Ну они, не мы, а они козлы. Богатыри, не мы. Да, так вот, под конец, уходя, когда уже люди, приютившие нас за своим столиком, уходили, вот человек так грустно посмотрел на нас и спокойно, спокойно так сказал, могли бы сегодня все и порешать. Вот. И ушли. Да, и кто знает, может быть, если еще раз выйдет, то у кого-то все-таки появится желание порешать. Я ничего не могу, это непредсказуемая страна, в этом ее прелесть. Да, в России было понятно, всегда понятно, что чем захотят, тоже бывают сюрпризы, но в целом Украина более непредсказуемая. Ну вот особенность этого Майдана, вот вы помните Майдан же 2004 года, да? Вот какая особенность? Что-то же по-другому, правда? Ну, во-первых, аллергия на политиков. То есть, как бы, ну, очевидно, вот сегодня там Луценко написал, что и без рота, статор, рота, да, в натуре, да, и без политики тоже нельзя, конечно, нельзя. Вот, но то, что нам пытаются выдать под видом политики, уже не воспринимается как политика. Ну, например? Ну, я уже сказал о кричалках, о кричалках и о примитивных каких-то, о популизме. То есть, ну, большинство собравшихся, когда им говорят, что в Европе вот мы подпишем и будут достойны сразу пенсии у всех и медицинское обслуживание, не надо этого говорить, я думаю, надо говорить, что это будет хирургическая операция, и если войдем в Евросоюз, то это будет поначалу достаточно трудно. Надо как-то, хватит воспринимать людей, которые выходят на площадь, да, в качестве ослов, перед которыми надо морковки вешать. Ну, какие-то вот такие, меньше эйфории. Вы знаете, Элют, я читал... На то же время хочется больше какого-то, может быть, артовского начала. Вот сегодня, вчера я встретил на Майдане знакомых художников, которые сказали, что с сегодняшнего дня они начинают параллельную чисто художественную программу такую вот. Ну, это, может быть, сравнить с Владивостокской, по-моему, да, монстрацией по абсурдности слоганов. Замечательно, мне... Я за лайк. Утрой, скажи, про их сейчас вот начинается. Да, в 12 часов надо... И что, письмо же, то ли художники, то ли запорожцы, то ли всякие явления. Да, в 12 часов надо прийти не турецкому султану, а просто... Посмотри, нет, говорят нашему, да. Нашему президенту. Султану, да. Нашему султану. Голован сказал, сравнивая, четвертого года, ну, Майдан и, помаранчиваю, революцию, как он называет, да, с нынешними протестными акциями, что сейчас время зрелого протеста. Вот, Саш, ты хорошо говорил о том, что, действительно, для тебя это, как человека уже искушенного и зрелого. И потом нет идолов, да. Вот я ради прикола... Нет харизматических лидеров, так сказать. Да, 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 как-то вот под очередную кричалку, кричал Ю, Щенко, и все вокруг же смеялись, да. Как-то нет вот такого, мы вышли не за кого-то, да, а за себя и за какие-то, и не против кого-то, да. Мне все равно, честно говоря, простите, Виктор Федорович, подпишите ли вы это в социацию сами, или вас нетет волна народного гнева. Но как-то... Ну вот насчет народного гнева. Меня интересует, чтобы она была подписана больше, чем кто ее будет подписан. Хотя, конечно, понятно, что если будут выборы завтра, то вряд ли я буду, конечно, голосовать действующим президентом. Мне кажется, в неочередные выборы президента. А почему бы нет, да, тоже хорошо. Когда выходит народ на улицу, надо... Сынок в аналогичных условиях Саакашвили объявил неочередные выборы. Выиграл эти выборы. Но вряд ли Виктор Федорович объявит неочередные выборы президента. Это вряд ли в его характере. Правда? Он вообще, может быть, не совсем понимает, зачем мне нужны эти выборы. Ну, вчера он, когда выступал, по крайней мере, создавалось впечатление, что ему настолько комфортно. Он так чувствует себя патерналистски. Хорошо. Да. Он так, что... Я ему завидел. Вот о выступлении Путина, что-то сегодня с утра же информация такая пронеслась, что там есть претензии к Украине определенные, да? Да, Путин вчера сделал неожиданное заявление. Вы читали, да? Что мы все ему должны. Что мы все должны ему 30 миллиардов долларов. У меня нет, я бы отдал. Не, ну вы можете себе это представить? Вот для меня остается загадкой, почему тогда, когда мы, собственно говоря, отворачиваемся от Европы и там очень хотим любить Россию, вдруг Путин делает такие заявления. Вот для меня это просто загадка. Что мы ему должны, а плюс, что цена на газ не будет меняться. Это, опять-таки, для Путина Украина это мятежная территория, да, которая должна быть к ногам приведена. Замечательное было заявление российского МИДа о том, что Майдан противоправен. То есть, Министерство иностранных дел очень симпатичного мне соседнего государства решает, как бы нарушил ли я закон своей страны, когда туда вышел. Это замечательно, большое спасибо. Я не знал, что я там ущемляю права российского МИДа решать, на что я имею право, а на что нет. Я как раз являюсь, ну, как я говорю по-русски, да, у меня библиотека, у меня украинские книги процентов 10, процентов 90 это русские книги. Вот, я отнюдь не антирусский настроенный, я хотел бы, чтобы для России лучшего будущего, чтобы она тоже оказалась в Евросоюзе. Возможно, через такой же Майдан, как у нас. А пока что лучше, как бы, быть отдельно от людей, которые из-за границы рассказывают мне, на что я имею право, а на что нет. Ну, вот, находясь на Майдане, какие у вас чувства? Вот, например, потрясающе, ведь говорят и Янукович, и Азаров, что вообще никаких проблем, все спокойно, у них все под контролем. Вот, в этом, в этой связи вопрос. Как вы думаете, все ли у них под контролем, вот, если находиться на Майдане? Ну, как может быть 100 тысяч человек под контролем, когда вот вышли 100 тысяч человек? Я хочу посмотреть, кто их в состоянии контролировать, если они разозлятся. Пока же вышли люди показать, что они есть, и что с их мнением надо считаться. Ну, если вдруг люди разозлятся, то 100 тысяч сложно контролировать, очень сложно. Даже имея там Беркут, спецназ, ну, я видел лица этих космонавтов. Когда мы пытались там прорваться сквозь оцепление между Михайловской площадью и Европейской, нас не пускали, начали троллить этих ребят. И я замечаю там, когда над ними начинаешь раздеваться, они с трудом сдерживают улыбку. Да, то есть это живые люди. Да, я говорю, ну, вы понимаете, что вы вот, что это цирка, вы клоунами работаете. Во львым усилием человек сжимает губы. Ну, идея была прорваться на Михайловскую площадь. А там не пускали просто, они там разделили два митинга. Ну, да, там же был митинг раз в поддержку, да, такой. Ну, видно было, что мы не с того митинга. Да, я показываю паспорт. Вот я на Подол-Надо, я на Щековицкой живу. Вот, а как мне пройти? Не знаю. Я говорю, ребят, я в своем городе, да, вот мне нужно отсюда пойти к себе домой. Я мерзну, я мерзну, хочу погреться. Как это сделать? Ну, они, наверное, не киевляне там. На Подол, как пройти на Подол? Никто не... Смотрите GPS. Да, да, да. Саша, ну, а кроме вот тебя, кого бы ты еще из художников отметил, ну, то есть, не называй имен, может быть. Ну, ты чувствуешь поддержку страны такой художественной? Он очень тонкий прослок. Ну, я написал как-то о том, что на Майдан вышли самые разные художники. Ну, как вышли? Ну, мы же не бегаем там с флагами, да. Да, бывает, да. Вот, ну, там был и Тиберий Сильбаши, и там Леша Сай, допустим, совершенно другой. И там Олег Саманов, и Семисюк, и Никита Гадан, и Вова Кузнецов непримиримые между собой. И Матвей Вайсберг, такой вот аполитичный, как бы, да, небожитель, да, и Сильбаши такой вот созерцательный. А все там, ну, опять-таки, вряд ли кто-то стоит, я же тоже там не стою с утра до вечера. Ну, хорошо. Это пульс, который иногда надо щупать. Александр, вот художник и власть, ну, мне понятно, да, а все же, вот ты говорил о народе, тут, пожалуйста, художник и народ, вот народ, украинский народ. И, конечно, ну, мы понимаем, что даже, если говорить не только о творческой интеллигенции, которая на Майдане сегодня есть, и за дневниками это стоит, но я в более таком плотном слое людей, которые сегодня в Киеве, в столицах, но и в городах, в областных центрах пытаются в акте такого самоуважения подчеркнуть вот цилизационный выбор, как ты говорил, да, это далеко не весь народ. Вот что вообще с народом происходит? Ты бы так мог на это счет сказать? Как писал Александр Сергеевич Пушкин, безмолвство. Ну, как с народом, что происходит? Я не засегдатый маршруток, но я уверен, что в маршрутках люди все прекрасно понимают и во всем правильно говорят. В целом, как бы, у народа какой-то здоровый инстинкт есть. Я все-таки достаточно известный художник, поэтому с рынком у меня неплохо, поэтому я езжу на такси. Вот, и по настроению таксистов лучше всего можно понять настроение народа. А что таксисты так говорят? Все правильно они говорят. Не все можно, так сказать, передать в студии, потому что... Вот, но в целом таксисты всегда адекватные. Таксисты в каком, девятом или десятом году были выборы Януковича, говорили, что на Майдан никто не выйдет. Таксисты, когда Юлию сажали, говорили, что вот, на них тоже не выйдет. Вот, а сейчас таксисты радикализировались. И что, что они говорят? Ну, они говорят, вот бы сейчас бы... Да. А можно такой вопрос? Ну, у меня специфически, я же езжу с Подола, а как раз, когда я куда-то выбираюсь, там трассу перекрывают, поэтому это наивкик антиправительственное настроение. Особая любовь такая, я просто напомню зрителям, что по Подолу проезжает наш президент, постоянно машина останавливается, долго стоит в пробках и ждет, пока проедет кортеж президента. Не только там проезжают, но вот на Подоле, да. Да, как раз я обычно выбираюсь часов шесть-семь вечера, и тут... И все радостные сигналы, да? Ну, да, гаишников, конечно, обижают их, но и как бы и дальше по цепочке. А можно такой очень, может быть, странный вопрос? Смотрите, вот Майдан 2004 года, он был оранжевый, все говорили, вот он оранжевый. А вот вы как художник, какого цвета вот этот Майдан? Ну, тут вот пытались... Халф, 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 халф. Это такая добра. Это была тень божная на наше движение, которое... Прекрасно, это было гениально, когда кто-то догадался сфотографировать этих людей вблизи. Потом вчера по интернету пошел демотиватор, гей-курильщик, гей-здорового человека. С одной стороны, там Проди Меркери, Эр Сулуид, там, Алтона Джона, а с другой вот эти вот зомби, которых откопали где-то на помойках, дали им эти флаги. Ну, дискредитация движения, я считаю, что дискредитация полная, и я протестую. Что-что? Я протестую против дискредитации движения ЛГБТ и КМИР, и движения в нашей стране. Потому что таким образом... Ну, ты видел фотографии вблизи, они прекрасны. Ну, расскажите, что у них тоже не знаю, как ищут группы. Ну, бомжей, набрали бомжей, сказали, вы будете гееве изображать. Пару бабушек, которых таких вот тоже явно с тяжелым алкоголизмом, которые должны были изображать лесбий-комьюнити. Да, и мы дали эти флаги. Одного подбит глаз, у другого сломан нос. У него заплеен глаз. Они в ванных каких-то штанах с полиэтиленными кулечками, не проспавшись. Ну, под флагами, конечно, радужных цветов. А когда это случилось? Ну, вчера прошло... Позавчера их выпустили. Это была отдельная колонна, и, конечно, жаль людей. Да, что как бы поддержку Майдана, что вот как бы Европа. Вот геи поддерживают Европу. И, значит, нашли геев. Вот эти вот страшные. Может, это художественная акция, ты вот оцениваешь креатива все-таки людей, которые... Так, цвет все-таки, это самое интересное. Просто ты как живописец, который иногда фантастически цветал на картинах нам показывал. Я же говорю, да, вот если бы не была вот эта радуга ЛГБТ так дискредитирована нашими геями, не так, а не из другой стороны. Опять-таки, она дискредитирована не только нашими геями, но и аркой соединения Украины с Россией. Тут я, конечно, возражаю, но это прекрасно. Я не хотел бы какой-то цвет присваивать. Да, вот именно в том, что это какая-то полифония, я считаю, нужна на этом Майдане. Скорее, палитра Майдана, да, Саша? Ну, вот белая ленточка непонятно, чтобы это было в России. А здесь не цвет капитуляции уж точно, да? Какой-то цвет того самого выбора цивилизационного, о котором ты говоришь, и который, конечно, очень абстрактен, гуманистичен. В том-то и дело, ну, когда поднимаются флаги, вот они начинают раздражать. Вот прелесть, что вот сейчас нет флагов, нет, он как бы никем не подписан, никем не присвоен этот Майдан, да? Ну, посмотрим, вот художники будут там какие-то там цветовые скульптуры, говорят, устанавливают, не то сегодня, не то на днях. На Майдане, да? Да, и после этого надо будет раскладывать. Может, там кубы какие-то будут, может, там будут синенькие, может, там красненькие будут, может, желтенькие, не знаю. Мы приедем с ними, интересно. Ну, у меня просто серьезный, вот, Александр, все-таки был опыт там Норвегии, где просто всенародным референдумом дважды отклонил народ, воле зрения своим таким вот массовым вступлением в Евросоюз. Что-то похожее в Украине, ты считаешь, возможно? Вот референдум, вступление? У нас все возможно, и любую цифру можно нарисовать. Ведь это все зависит от воли одного человека. Если дает отмашку нарисовать 70% за Евросоюз, их нарисуют. То есть, думаешь, даже референдум не будет, как там, той выборкой? Ну, и едут пацаны в Адидасах, да, взломают участки. Всем, кто против Евросоюза, дадут по голове и дружно вступят. Потому что наблюдатели международные всегда же все у нас проходит очень цивилизованно. А наблюдатели будут только рады. То есть, ты не веришь в референдум, да? То есть, он не нужен в этом смысле? Ну, у нас же не... Уже поздно, наверное. Ну, в принципе, общество, насколько я знаю, примерно пополам разделено с небольшим перевесом сторонников Евросоюза. Да, и при этом перевес это все-таки не намного больше, чем статистическая погрешность. Поэтому нарисовать можно в этих условиях все что угодно. То есть, не проголосуют, скорее всего, за Евросоюз? Нет. Ну, как проголосовать? Проголосовать проголосуют. В зависимости от того, кто как будет считать и на кого будет работать машина государства. То есть, если машина государства будет активно против, то, конечно, она нарисует негативный результат. Но, опять-таки, все исследования говорят о том, что перевес примерно 5-7% у сторонников всего. Ну, это такая статистика, да. Я тут невольно чуть ли не оппонентом выгляжу кем-то, но на самом деле это не так, конечно. Речь идет вот о чем. Помаранчевая революция, еще раз так трудно выговорить, но все-таки, допустим, так мы называем для истории, она так и осталась. Кто-то помнит, кстати, мы делали прекрасный опрос накануне. Так сказать, события Евромайдана спрашивали людей, помнят ли они то, что было 10 лет назад здесь. И многие, кстати, помнили. Повлияло на политику украинскую, даже вплоть до перевыборов президента, да. Естественно, там вот ушел на какое-то время Янукович, Власовиченко, ну и так далее. Сейчас ситуация такая, что вроде бы как, ну, не вроде как, а мы все вот тут за цилизационный выбор, конечно, но не просто народ, а вот то, что называли когда-то прекрасным словосчитанием промышленный бактериат, трудящийся, который работает на производстве, скажем так, у олигархов. Трудящийся, который работает. Я забыл. Ну, пролетариат. Я что-то читал, да. Но это наемные работники, чтобы ты понимал, да? Да. Которые заняты в производительной сфере. Да. И сегодня они все работают спокойно, и никаких сигналов с мест о том, что какая-то забастовка, это стачка, локаут или, там, не знаю, саботаж, что-то вот до меня не доходит. Ты считаешь, без этого возможно какие-то изменения вот в стране? Да. Пролетариат давно перестал быть тем, Мы дескутировали по поводу слова, по поводу того, что рабочие работают. Вот твои рабочие давно утратили эту миссию, которую им присвоил товарищ Маркс. Да? Сегодня не пролетариат является движущей силой перемен в обществе. А креативные классные. Да, креативные классные. Саша, не будем продолжать дискуссию. Мы высказали свое мнение. И вот последний вопрос. Как вы думаете, вот за последние три года что-то изменилось в стране? Вы знаете, чувство свободы или свободы слова общие? Или все как было 20 лет, так ничего не поменялось? Ну не, 20 лет. За 10 лет точно. 15. Нет, ничего. Мне кажется, кардинально ничего не поменялось. Это же как бы такие глубинные слои народной ментальности. Да? Вот здесь как не было такого вот ощущения, что власть – это некая такая сакральная субстанция. Да и не будет. Вот такого желания увидеть в каждом правителе царя, божьего помазанника. И не появится. С другой стороны, нет такой вот протестантской этики, как в Америке, и восприятие президента, как наемного менеджера. Тоже нет. Все понимают, по хантам хозяин. Ну, свободы слова уже есть, но чтобы люди выходят на Вайдан, никого там не давят машину, не разгоняют. С свободы слова есть, да. Назарбаев расстреливает рабочих, а у нас, правда, рабочий не выступает пока, но… Как? Ну, Жензал, Джао, Дзензи там… Да, Жензал, Дзензи там расстреляли. И там ЮАР расстреливают в Украине, пока никого еще не расстреливают. Поэтому… Пока нет. Свобода-то есть, основная обеспечена. Ну, как бы, да. Все-таки такое даже… Я не могу сказать, что украинский народ такой уж анархичный, да. То есть власть есть, да, но есть ощущение ее пределов, ее сменяемости, и ее какой-то… там, это не нечто трансцендентное. Да, поэтому сильно ничего не изменится. Ну, и вот скажите, точно самый последний вопрос. Как вы считаете, вот сейчас, если вот Кедукович не подпишет этот договор, может Майдан просто взять и разойтись? Ну… просто вот взять и… Может. А может быть, кому-то и по голове дадут. А может быть, выйдут сотни тысяч. Это же как бы… Это зависит от каких-то таких деталей, которые мы не можем предугадать. От какого-то маленького штриха, от какого-то маленького события, может быть. Может быть, кого-то вдруг случайно там машина переедет, и это окажется той каплей, которая что-то переполнит. Может быть, кто-то вдруг скажет какое-то слово, и оно изменит общественное сознание. Когда-то президент Линкольн сказал Гарри Бетчерстоу, автору «Хижина дяди Тома», так вот, оказывается, и вы есть та маленькая женщина, которая вызвала эту большую войну, потому что она подняла проблему рабства. После этого она овладела умами, актуализировалась. Проблема рабовладения в Соединенных Штатах. Результатом стала война гражданская. А у нас такая проблема? Все вроде бы выглядит. У нас все замечательно. У нас нет никаких проблем. У нас очень хорошее правительство заботится. Отец, президент нам отец. У нас нет политзаключенных. У нас никого не посадили. У нас все справедливо. Нет коррупции. Есть независимое правосудие. Нет у нас откатов на каждом шагу. Не отжимают бизнеса, не бегут из страны капиталы, не вымываются средний класс, не концентрируются. Даже спасибо, у нас конец эфира. Спасибо, да, да. У нас все хорошо. У меня осталось только добавить за детство счастливое наше. Спасибо, родная страна. Продолжение этого всего. Спасибо вам огромное. Мы продолжаем марафон. Людмила Немырия, Александр Ройбурт, я Андрей Митлев. До свидания. Ненадолго. Увидимся, да. Продолжение следует...